Большой план. Вот мы говорили про распетливание. То есть у нас есть операда EN, маленьких дисков. Но на самом деле сегодня она у нас будет скорее появляться как операда маленьких кубиков. Поэтому давайте я напомню, что это такое в контексте маленьких кубиков. То есть это эквивалентно, естественно, во всех смыслах операда. Ну вот, значит, что такое маленький кубик С? Это некое отображение N кубик. Это отображение вот этого куба стандартной, который есть 0,1 в степени N. Это отображение его в себя такое, что оно там типа афинолинейно. То есть оно там композиция сдвигов и этих самых таких, что… Ну я бы предположил, что лучше, чтобы образ тоже был кубиком. То есть это афинное отображение такое, что образ кубик. Образ кубик. Ну то есть это означает, собственно, что? Это означает, что у нас ТИТ переходит в альфа ТИТ плюс там БИТ, где альфа одно и то же для всех, да, чтобы это был кубик. Где Т, ну Т1, ТН, это, соответственно, координаты здесь. Вот. И то есть мы как бы интерпретируем эту штуку. Просто нам нужна будет проекция на некую координату сегодня существенным образом. И когда мы будем иметь дело с проекциями, то лучше об этом думать как о кубиках. То есть это вот, значит, такие… Да, а общее, значит, вот E, N от там какого-то K. Это конфигурационное пространство таких вот маленьких кубиков пронумерованных. Вот. Четыре так далее, N. А, то есть K. Вот, которые абсолютно не пересекаются. Значит, E, N, K – это конфигурационное пространство пронумерованных, не пересекающихся, не пересекающихся маленьких кубиков. K маленьких кубиков. Ну, на самом деле, оператная композиция тут, естественно, точно такая же, но тут просто это можно сказать немножко точнее. То есть на самом деле, если у нас есть какая-то оператная композиция, то в контексте вот таких вот отображений это сводится к тому, что у нас, значит, есть сначала вот некоторый кубик, в котором есть тут c1 и так далее, там c2, ck, да, вот. То есть это значит отображение cитово от iN в iN. Вот. А потом у нас есть еще, значит, вот какие-то там кубики типа d, it, j, t, где там j от 1 до k, и там вот, где it то же самое. Нет, получается, нет, и, ну, да, нет, ну это все правильно. Ну вот, до, до, сейчас. Да, i, соответственно, от 1 до k. Вот, да, и, значит, вот это вот при каждом фиксированном i, то есть вот тут вот i фиксировано, и у нас есть такие, значит, вот тоже какие-то кубики, которые, значит, соответственно, задаются отображением вот из iN в iN, и вот эти отображения, значит, это d, it, j, t. Вот. То есть их тут, значит, k и t штук. Вот, тогда просто можно о композиции всего этого говорить просто как о композиции этих отображений. Вот я к чему говорю. Сначала применить вот эти, мы попадаем в этот куб, да, то есть сначала вот применить, сейчас, 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 сначала применить вот эти, да, мы попадаем сюда, или, сейчас что-то я немножко так запутался, так, значит, сначала мы какие применяем? Сначала мы применяем, нет, сначала мы применяем эти, а потом вот эти, да, То есть D и T, G, T, а потом C и T. То есть вот это будет, значит, некая такая система вот этих маленьких кубиков, которая и у нас будут, соответственно, K1 плюс так далее, K, что-то у меня тут плохо с терминологией вообще, пусть их тут будет L, и тут тоже будет L, тогда плюс KL маленьких кубиков, вот, в композиции, да, в опиратной, то есть у нас, значит, получается, что это опиратная композиция EN от L на EN от K1 на EN от KL, и это все попадает в EN от K1 плюс плюс KL, и тогда вот эти вот K1 плюс KL маленьких кубиков, они задаются, соответственно, вот этими вот композициями, да, то есть мы сначала берем по всем G, вот, такие вот, ну, то есть вот это сначала мы берем композиции как бы вот внутренние, да, а потом вот эти C, которые внешние. И это будет тоже какое-то, естественно, отображение такого же типа, и это будет эта композиция, и сегодня это будет использоваться. Ну, это так просто, это, в общем, ничего нового принципиально нам не дает. Вот, значит, то, что было показано в прошлый раз, я рассказал, что на самом деле каждая опирата, она приводит к монаде. Вот, опирата O приводит к монаде TO, то есть это, если опирата вот в некоторой там симметрической моноидальной категории C, то это монада TO, это некоторый функтор из C в C, вот, такой, что, соответственно, есть отображение из T в квадрат, вот, мю мы его обозначали в T, это из identity, натуральное преобразование в T, вот, которые там удовлетворяют некоторым аксиоматикам, вот, и у нас, значит, возникает, то есть на самом деле морально это T от объекта X в C, это просто свободная алгебра над опиратой, свободная алгебра над опиратой. Но не всякая монада, она, естественно, происходит таким образом из опираты, но даже вот если я, ну, то есть вот та монада, которую я сейчас напомню, омега N, сигма N, это как раз пример монады, которая не происходит из опираты. Давайте я напомню, так как, в общем, даже те, кто были в прошлый раз, видели это, ну, те новые участники видели это впервые, наверное, поэтому я думаю, что нет ничего плохого в том, чтобы напомнить аксиоматику, вот, вот здесь, значит, identity, вот здесь у нас T это, и тут еще есть, значит, тоже identity, и тут это T, вот, это как бы, ну, ладно, там комментировать я не буду, это не, ну, и, конечно, ассоциативность на T, то есть T в кубе, там T в квадрате, T в квадрате в T, вот, это коммутативно, это дается, соответственно, Tμ, μt, μ и μ, вот, ну, и смысл, польза от этого в том, что мы можем говорить всегда о том, что такое алгебра над монадой, значит, еще раз, вот, когда мы имеем дело с опирадой, то вот это вот, это будет, значит, как у нас там было, O от N на XN по модулю там этих эквивалентностей, которые, значит, были связаны с действием симметрической группы и с тем, что у нас была единица, да, и мы хотели, как-то я даже не заметил, вот, и мы хотели, и мы хотели, значит, чтобы это была алгебра с единицей тоже, и поэтому нам нужно было, как бы, вот, при разных N эти члены отождествлять, ну, помните, наверное, вот, и, собственно, вот это вот и есть вот этот вот функтор T, и, в общем, можно показать, что на самом деле сказать, что что-то алгебра над опирадой, вот, я, ну, сказать, что что-то алгебра над опирадой, это вот по определению означает, что у нас есть такие вот отображения там в X, которые согласованы, соответственно, с действием, с этими опирадными композициями и со всем прочим, или что, если у нас замкнутая моноидальная категория, что то же самое, что отображение вот в такую N опираду, которая называется вот NX, то есть это вот NX от N, вот, ну вот, но на самом деле даже в случае таких алгебраических историй опирадами, конечно, возможность монад не исчерпывается, и как пример можно привести монаду, связанную с такую, что алгебра над ней, это группы, то есть вот в группах, группы не могут быть алгеброй над опирадой, потому что там есть операция взятия обратного элемента, а взятие обратного элемента, его невозможно как бы опирадно, ну, вот, не спадает, вот, ну, конечно, там образованные люди скажут, что есть там теория Луфье или как-то так, я никак не могу его произносить, что как-то так там, какая-то есть еще там, туда группы уже входят, но об этом я как бы не особо хотел бы говорить, но в общем-в общем, короче, мы тут сравниваем монады, и монады, это с моей точки зрения такая просто невероятная общность, что, в общем, любую структуру, причем это не обязательно даже алгебраические вещи можно описывать как алгебры над монадами, то есть, короче говоря, вот у нас есть там монада Т, ГР, которая из множества во множество, вот, которая, значит, Т от множества Х, это свободная группа, порожденная Х, свободная группа, порожденная Х. Ну, и если вы хотите, чтобы я вам показал или намекнул, почему это монада, ну, как я объяснял в прошлый раз, вообще говоря, монады всегда возникают, когда у нас есть пара, ну, не всегда, но очень часто, когда у нас есть пара присоединенных функторов, и тогда монада Т, она на С1, это функтор, который, значит, сначала мы берем L, а потом R. Ну вот, и, естественно, и вот этот пример с операдой, и с группами всегда можно, например, вот с группами можно так сказать, что у нас есть sets, а тут есть groups, вот, вот в эту сторону есть функтор L, который свободный, то есть он множеством порождает свободную группу, вот это функтор свободной группы, а этот, а? Еще раз, на С2 будет, на С2 будет ко монада, мне кажется, но здесь же у вас множество, монада должна быть функтором из множества-множества, и вы таким образом описываете как бы категорию алгебр, то есть у вас монада действует на наименее структурированном как бы категории, без дополнительной структуры. Вот, свободная, а это просто забывающая, то есть каждую группу можно рассматривать как множество. Ну и, собственно, то, что для того, чтобы показать, например, что вот то, что я тут написал, что это свободная группа, что это является монадой, ну, достаточно просто проверить, что это действительно пара присоединенных функторов, и тогда по той науке, которую я в прошлый раз объяснял, и даже ссылку, на которую я там давал, да, вроде все пришло, вот, следует, что у нас вот t действительно оказывается монадой, просто потому, что у нас присоединенные функторы всегда оказываются данные с коединицей, значит, коединицей и r, сейчас, единица c1 в r, l, вот, которые обладают, значит, тем свойством, что если мы применим, применим l, l, r, l, вот здесь будет у нас, соответственно, стоять l на дельта, и теперь применим, значит, epsilon на l, и у нас получается из l в l, то это просто тождественное, просто identity, вот, и то же самое, значит, вот с правым, вот, r, l, r, vr, ну, сами можете, наверное, сообразить, тут у нас будет, значит, вот, единственно возможный способ, на самом деле, потому что из r, вот у нас нету из единицы vl, r, у нас в обратную сторону, а из единицы vr, l есть, поэтому здесь у нас будет, естественно, дельта, но я пишу в каком-то кривом немножко порядке, в том смысле, что не с права налево, как раз с лево направо, что мне кажется, тут это естественнее, я не знаю, когда мы два функтора, это все-таки натуральные преобразования, когда мы натуральные преобразования, то есть сейчас дельта на r, а тут, соответственно, оборот мы вот так должны отмести, и у нас получается r на epsilon, это тоже тождественное, ну вот, и после этого, если мы напишем t равно rl, то t в квадрате будет равно rl, и чтобы, например, это дело отобразить в t, мы должны просто вот, rl, которая t, да, t, мы должны просто написать r epsilon l, и, то есть вот по тому, что в квадратике применить epsilon, и, в общем, эти все аксиомы, они, значит, легко следуют, вот, но для общей монады, которая даже вот таким образом не появляется, мы всегда можем говорить об алгебре над монадой, над монадой t, это вот какая вещь, это, значит, объект x из нашей категории c1, ну, или c, лучше написать, вот, такой, что есть альфа из tx в x, вот, и эта альфа, она, значит, должна двум аксиомам удовлетворять, значит, первая аксиома это единица, вот, вот это вот, это от x, вот это вот наша альфа, в x, а это тождественная, ну, и вторая аксиома, это t квадрат x, может, можно отобразить в tx, в tx и в x, вот, тут, ну, в одном случае, то есть, везде применяется альфа, вот, вот здесь применяется, типа, то есть, вот здесь мы применяем, вот это мю наше, монадное умножение к x, а во всех других местах применяется альфа, так, t альфа, да, тут тоже альфа, вот и тут альфа, да, вот так. Можно вопрос? Да. Определение операции в предвольной категории, там, в тесно-коричневой награде, там было, в темно, что есть элемент айти, принадлежащего от одного. Да. А что это значит? Ну, это означает, что, вот видите, я тут определил алгебру над операцией, то есть, грубо говоря, O, N, это параметризует универсальные N, N, операции с N входами, которые у нас есть вот в нашей алгебраической системе. Я имею в виду, что это же не множество от одного производства. А, что значит, что есть единица? Ну, это означает, что если у нас симметрическая моноидальная категория, то это означает, что у нас есть отображение, из моноидальной единицы, или как она там обозначается, вот, мон, в наше, ну, некое фиксированное, в наше вот O от единицы. Не, ну, в общем, это все очень легко проговаривается, если вот вы посмотрите, я не знаю, либо, ну, ну, не знаю, если вам, не, но это на самом деле некое упражнение, которое один раз можно проделать и станет все ясно. Например, если вам интересно, можете посмотреть книгу Келли, ну, такая старей статья, или, я не знаю, книга, она везде доступна, я могу тоже послать, она называется там что-то Basic, Big Categories, не Big Categories, как называется, Big Categories, или что-то такое, ну, в общем, там как бы, или Enriched Category Theory, вот, Enriched Category, то есть, вот, если вы вообще любой текст найдете по Enriched Category Theory, да, например, Келли, вот, то там один раз можно это все посмотреть, и все, Келли, вот так пишется, но я не уверен, что я правильно title сказал, ну, в общем, вот, смотрите, да, значит, мы всегда можем говорить таким образом об алгебрах, но и дальше вопрос, который, когда вот наша монада, когда у нас наша категория C2, это на самом деле категория T-алгебр, если у нас изначально есть монада, мы по ней строим вот левый сопряженный, ну, в общем, как-то так, в общем, этот вопрос тоже, мы его не будем сегодня касаться, но такой вопрос тоже есть, то есть, если мы изначально строим монаду, то есть, у нас есть какая-то монада, которая не происходит из пары сопряженных функторов, то возникает вопрос, всегда ли она происходит из пары сопряженных функторов тем не менее оказывается что да всегда но не единственным образом то есть на самом деле существует как бы в каком-то смысле минимальный способ это сделать и максимальный минимальный называется клесли а максимальный по моему эленберга если я не ошибаюсь вот ну да в максимальном это как раз вот c2 это будет категория алгебр над монадой и правый сопряженный будет забывающий а клесли это немножко сложнее то есть ответ да и не единственным образом но то есть в общем можно про любую монаду так или иначе думать что она происходит вот по этой конструкции вот ну вот и мы рассматривали еще такую вот замечательную монаду омега n сигма n которая из топологических пространств с базированной точкой что значит топологических пространств с базированной точкой бьет себя она конечно происходит тоже из значит того что у нас есть сигма x в y значит есть такая присоединенность из x в омега y значит все это с базированной точкой но поэтому когда у нас есть n-кратные степени это тоже пара присоединенных функторов и поэтому вот по этой конструкции если мы сначала применяем левый а потом правый то мы получаем вот значит некую монаду это что мы доказали в прошлый раз мы доказали такую замечательную теорему с которой в общем ну через вот бар комплинула доказали по модулю того что мы не все пока еще умеем доказывать для реализации но геометрических но в общем по крайней мере идею мы показали четко вот мы показали что значит пусть x в которая принадлежит топологическим вот этим штукам неважно связано или нет на самом деле вот это тонкий вопрос в связи с тем что будет дальше происходить вот тут это вот неважно каким-то образом потому что когда мы применяем настройку базированному пространству необязательно связанному у нас все там становится связанным и в общем это верно без таких каких-то предположений на связности пространство вот то тогда значит верно следующее что пусть x которая алгебра 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 над монадой которая есть сигма омега н сигма н то есть у нас значит есть вот такие отображения альфа где ты это омега н сигма н вот тогда x слабо гомотопический эквивалент на некоторому пространство петель от н кратному причем от y вот и показываю доказательство было устроено следующим образом мы рассматривали бар комплекс вот любой монады можно рассмотреть такой вот бар комплекс на самом деле я даже где ну даже мы говорили о более общих бар комплексах но они у нас сегодня появятся значит что если ты это монада x алгебра над монадой вот и есть еще функтор f который в некотором смысле модуль над монадой то есть у нас есть вот отсюда отображение в f и оно должно в общем удовлетворять таким же примерно аксиомом как у нас вот тут вот получается для монады то есть то есть пример это когда f равно t пример это f равно t и тогда вот это будет мю но в принципе это не обязательно так есть более общие примеры которые значит тоже годятся и тогда можно определить вот n ты член это будет значит неких это симплициальное множество то есть это функтор из дельт но не множество объект в нашей категории вот и бар n значит от т от f давайте сразу напишу т x это будет соответственно т в степени n xf вот и мы объясняли что это действительно симплициальное множество объясняли каким боком вот но записи к сожалению не сохранились вот ну я не знаю там в общем просто ну в общем я бы не хотел на самом деле на этом акцентироваться просто грубо говоря когда у вас есть вот такая какая-то вот стринг такой вот этих самых элементов в каком-то смысле вы хотите на таких стрингах вести для каждого n и вы хотите вести какую-то симплициальную структуру то всегда это работает таким образом что у вас есть два граничных элемента которые соответствуют отображением из n минус 1 в n которые инъекциям которые там образ которых это все кроме самого левого и все кроме самого правого элемента вот и они обычно особо определяются вот и в нашем случае вот эти вот два граничных элемента в одном случае мы используем то что у нас t от x отображается в x вот поэтому мы можем понизить n таким образом а это с правой стороны а с левой стороны таким образом что ft у нас отображается в т то есть извините в f и мы можем понизить n на единицу таким образом ну и все что посередине все вот в каждом месте посередине мы просто используем вот это монадная мил из т в квадрате в т но чем насчет хороший случай но к сожалению я не хотел бы сейчас на этом более подробно останавливаться потому что я уже об этом в общем говорил и не повторять же всю прошлую лекцию из-за того что там не было записи вот но и да и вот мы показали с этим вот той техникой external degeneracy которую я на прошлой лекции на первой лекции вел что вот в случае таком вот когда у нас f равно t бар от t x она значит в любой реализации там стягиваем а вот но это было связано с тем что мы можем на самом деле подставлять сюда вот единицу мы можем вот из такого t n x как бы соорудить т в степени n плюс 1 x которые есть это экстра дженера с минус 1 или более привычных терминов гомологической алгебры оператор гомотопии если бы мы с комплексами работали вот который просто вот делается вот в этом месте мы применяем как бы то есть мы применяем вот это на identity грубо говоря от t n x вот то есть мы просто вот сюда подставляем у нас есть вот этот оператор это который производит вот этот который производит t из ничего это как бы монадная единица вот мы подставляем и вот собственно вот это вот аксиома которая где-то вот это она как раз значит показывает что это вполне что это как раз вот вот на самом деле если вот это вот у нас соответственно вот в каком-то смысле с минус 1 а это в каком-то смысле d1 то это как или d0 d0 извините да то это как раз аксиома про то что с минус 1 на d0 равно identity то есть самая в общем такая нетривиальная аксиома из того что у нас требовалось на первой лекции для стягиваемости вот ну то есть эта штука она всегда слабый эквивалент на иксу короче в сухом сухом остатке вот а с другой стороны значит в случае когда монада t это было омега n сигма n то мы делали это все вот таким образом что мы писали что бар от омега n сигма n омега n сигма n икс значит можно написать как омега n от бар л а тут значит сигма в степени n омега n сигма в степени n икс вот эти сигма в степени n это пример модуля над монадой вот пример такого f который есть сигма в степени n то есть ft должно отображаться в f и должны там какие-то правильные соотношения выполняться как вот монаде это действительно следует из того что у нас но вот это у нас левый сопряженный функтор f да то есть в нашем случае вот это левый сопряженный функции я имею ввиду что следующее утверждение общая что если наша монада происходит из пары сопряженных функторов то левый сопряженный но если c1 равно c2 скажем так потому что иначе это не имеет смысла немножко утверждения но если вот это одна и та же не ночам это все равно конечно не совсем не совсем короче говоря если мы здесь возьмем левый сопряженный а тут возьмем правый левый то мы можем это дело отобразить в левый просто применив значит вот к этому вот сейчас секундочку а нет нет вот не так все хитро мы можем вот так вот сделать то есть мы значит вот действуем с этой стороны вот у нас l вот это вот наша f вот это наша т а применяемый вот эту вот монадную штуку к вот первой паре или применяем lr применяем вот эту единицу получаем значит отображение вы то есть и такое нетривиальное действие получается вот ну и значит это конечно же верно при каждом l то что я тут написал причем она независимо от стягиваем стиле нестягиваемости x верно а дальше значит весь вопрос был в том и мы этот вопрос пока еще не рассматривали что отсюда на самом деле следует по каким-то таким вот причинам что тогда вот геометрическая реализация бара значит вот вот этого вот омега n сигма n омега n сигма n x оно равно значит вот омега n от реализации бара вот вот сигма n омега n сигма n ну вот это насчет того что было в прошлый раз то есть что как бы если мы по членам применяем к симплициальным пространству омега n то при некоторых там часто выполнимых условиях это коммутирует с функтором петель что довольно нетривиально в общем то что тут у нас как бы пунктор петель применяется до реализации каждому члену а тут у нас как бы сначала берется реализация вот а потом пункт петель но это мы рано или поздно к этому мы вернемся когда-нибудь но пока не сейчас вот а то что я хотел сегодня рассказать это как нам вот эту вот историю значит состыковать с другой историей про то что но собственно изначальная же теорема вот мы которую я собственно к доказательству которой я приближаюсь но сначала собственно на самом деле вот я хочу просто замечание не часто скажу теорему значит теорема такая пусть x топологическое пространство с отмеченной точкой свя значит первый случай связная вот такое что е н действует на x действует на x тогда x слабо гомотопически эквивалентно омега n от y для некоторого y вот второй и это теорема доказана у мэя действительные доказательства в общем не то что элементарная но она там вот его собственно легко доказать дальше значит есть случай несвязанного пространства вот которая значит второй случай когда x не обязательно связанная не обязательно связанная связанная и x тоже вот алгебра е е тоже е н алгебра тогда на отсюда следует что значит на пи 0 от x действует опирада пи 0 от е н это тоже опирада во множествах и как мы знаем я на первой лекции об этом говорил что вот при н равно единице пи 0 от е 1 от л это просто сигма л да просто это опирада которая как бы опирада перестановок в каждом члене эль там симметрический группа при н больше либо равно 2 пи 0 от е 1 это опирада ком при любом эль это одна точка вот поэтому у нас значит на пи 0 возникает действие либо ассоциативного ну наш моноид значит что мы можем сказать что вот эта штука она всегда получается моноидом вот из этого но моноидом значит вот при н н равно единице ассоциативным при н больше либо равно 2 капутативным тогда вот второе утверждение которое у меня не доказано вот я хочу отметить то есть она верно она является как бы таким общим бэкграундом но честно говоря я пока в некоторые растерянности на предмет того какой и в каком ну я не знаю в каком источнике это доказано то есть у меня была следующая работа про ей бесконечности group completion где он вот эту более сложную теорему доказал для ей бесконечность значит про иен он там просто открытым текстом говорит что для него эта гипотеза что он значит про иен в этой работе ничего сказать такого не может хотя считает это правдоподобным вот ей значит работа клеммонса бергера в которой вообще много такого полетного всего происходит где там сейчас есть теорема где что он показывает что из некоторого набора разных статей разных людей вот это утверждение правильно следует и одновременно некое красивое там утверждение про group completion в общем я думаю что я разберусь в деталях к тому времени что буду об этом рассказывать но просто вот пока мы говорим про первый случай когда их связано короче в чем утверждение это вот этой не теоремы на данный момент ну то есть теоремы но на тот момент не теоремы что есть да вот значит это получается маноид и пусть более того этот маноид имеет обратный элемент то есть пусть этот маноид группа пусть этот маноид группа вот тогда соответственно x слабо гомотопический эквивалент на н-кратном пространстве петель для некоторого у в общем на самом деле то что то что пиноль должно быть группой для того чтобы была такая слабая эквивалентность это ежу ясно потому что от того что у нас есть слабая гомотопическая эквивалентность вот то мы можем применить пиноль к x оно должно быть изоморфно значит отсюда к пиноль от омега n y вот а это у нас соответственно пи n от y там с отмеченной точкой да какой там ну да то есть значит так как эта часть группа при n больше равно единица то значит и это должно быть группой вот это всегда группа то есть то есть на самом деле какое-то такое утверждение оно необходимо но при этом на самом деле за этим стоит уже некая существенная глубина а именно наука про то что называется групп комп лишь он вот которая как бы там в катюре играет важную роль и так далее ну в общем мы к этому вернемся но сегодня мы пока говорим о первом пункте значит в чем идея ну да это операта а соц а соц во множествах да ну я ее просто так обозначил сигма но это в точность операта а соц то есть в аварности l у вас множество из l факториал элементов которая группа там перестановок на которых сама эта группа там с какой-то стороны справа действует ну да смотрите я живут и напиток вы совершенно правильный вопрос даете да я же вот наверное я проговорил но не написал вот значит вот пиноль из того что у нас вот такое есть да но неостативный алгебры потому что мы не в векторных пространствах живем а моноидом с единицей у нас живо множество все p0 от x этом множество нам множестве действует если это было бы векторное пространство были бы правы совершенно было оболгем расслабов она была с единицей, а так у нас маноид с единицей, множество с умножением и с единицей. Вопрос возникает, есть ли у этого умножения обратный. Понимаете, да? И ответ, то есть вот утверждение, что если этот обратный есть, но причем то же самое и прием больше ли равно 2, с той разницей, что тут этот маноид будет всегда коммутативный. Ну просто если вы, как бы, проблема в том, что вот тут у вас эти маленькие интервалы, они вот выглядят вот так, что у вас есть как бы отрезок и у вас есть там маленькие интервалы. И вы должны их пронумеровать. То есть у вас это пространство не связанное, в зависимости от разной нумерации, дают разные связанные компоненты. А при n больше ли равно 2, то есть в нашей современной сегодняшней интерпретации в дисках, вы очевидно, что вот как можете так переставлять эти все фишки, поэтому у вас одна связная компонента. То есть получается алгебра над тривиальной такой, это коммутативные маноиды, да, с единицей, да. А при n равно 1, это ассоциативные маноиды. Ну в общем, то есть коммутативные, ассоциативные, конечно. Вот, да, и значит, вот, ну и да, и тут я объяснил, что это условие, что, в общем, если такое есть, то, ну тут, конечно, может быть, ну да, на самом деле, строго говоря, я чуточку схалтурил, сказал, сказавши, что отсюда как бы следует, что это условие необходимо, потому что, ну надо как бы показать, что вот эта вот структура группы, это ровно та структура, которая у нас возникает вот на этом иксе, если мы, ну у нас операда ен, как я показывал, она действует всегда на омега-н от любого икрек. Ну и надо просто показать, что соответствующее действие, вот, пиноль, вот о котором я тут говорил, это вот ровно получается то же самое действие, но это очень легко, и я не буду. Вот, значит, в чем заключается идея? Давайте мы тут что-нибудь постираем. Смотрите, как у нас сегодня все красиво и хорошо, у нас работает, вот все вращается, камера, у нас камера в конце концов работает вообще, просто давно уже такого не было. Так. Ну вот, значит, значит, что мы делаем? предположим, что есть х, которая есть топ, элемент топ с отмеченной точкой, и ен действует на х. И предположим, что х связано. Вот. Тогда я хочу вот пункт 1 как бы показать. Ну, я не то, что прям сегодня вам его покажу, на самом деле я могу раскрыть небольшую тайну, что у меня была идея, от которой я пока не отказался, что сейчас вот после вот этой вот общей некоторой билетристики насчет Мэя рассказать про теорему Дольда Тома, потому что доказательства Мэя использует квазифибрэйшн, квазифибрации, и, собственно, впервые эти квазифибрации возникли в работе Дольда Тома, очень замечательный и интересный самой по себе, где доказывается теорема Дольда Тома, которая, в принципе, с одной стороны с этой наукой пересекается, а с другой стороны она важна сама по себе. Вот. Ну, хорошо, значит, смотрите, пусть ЕН действует на Х, и я хочу показать вот пункт 1, то есть я хочу показать, что Х это слабогомотопический эквивалент на омега Н, значит, чем заключается идея? Я могу, конечно, значит, идея заключается в том, что наша вот эта монада, вот монада, ну, Т, связанная с ЕН, вот, то есть, грубо говоря, это вот, ну да, давайте я буду так прямо и писать, Т, ЕНХ, вот, оно отображается в омега Н, сигма НХ, и это на самом деле отображение монад, то есть это отображение монад, отображение монад. Вот это пункт 1, который я сегодня покажу, вот, дальше есть пункт 2, вот, пункт 2 говорит следующее, вот альфа, оно обозначается, альфа, слабая эквивалентность для связанного Х. Вот это вот как раз более сложная идея, для которой там нам нужно будет, ну, давайте только я просто исключительно для себя буду писать, как Мэй пишет, СН вместо ЕН, вот я тут напишу, что это одно и то же, это просто другое обозначение, просто, ну, чтобы там, не знаю, а то у меня будет каждый раз когнитивный диссонанс, когда я там буду вспоминать формулу Мэя, я извиняюсь за это. Вот, значит, короче говоря, что это некая слабая эквивалентность для связанного Х. И вот это уже более сложно, сложнее. Вот тут используется как бы квазифибрация, и идея тут заключается в том, что на самом деле Мэй разбивает, я не помню, вот я на прошлом занятии определял вот это альфа или нет? Определял. Но его на самом деле, давайте я напомню, его просто напомню альфа, тем более, что не было записи, и есть люди, которых, которых не было в прошлый раз. вот это на самом деле мы просто изначально доказывали, что у нас ЕН или там ЦН, в общем ЕН пусть будет, действует на омега НУ. Я могу напомнить на самом деле, почему оно действует, потому что ну, потому что у нас как бы у нас более-менее элемент пространства петель, это такое отображение из ИГ там в отмеченную точку, как-то так, да? вот, а дальше мы, значит, можем подставлять, то есть, ну, или можно даже вот так вот написать лучше ИН, ДИН, то есть граница этого куба, значит, граница переходит в отмеченную точку. Вот, и после этого, если у нас есть такая вот конфигурация вот этих маленьких кубиков, и есть, соответственно, Н отображений, то есть у нас есть вот там F1, так далее, Fn, каждый из которых это отображение вот из ИН, ДИН, в ИКС, в ИГ, то есть в ИГ в отмеченную точку, то есть элемент отсюда, вот, то мы можем на самом деле вот отобразить, мы можем новое отображение такое произвести, мы можем написать F тотальное, которое тоже будет из Y вот такое отображение, но оно зависит от выбора вот такого элемента операды, оно не канонически рисуется, а по некоторому такому вот выбору, соответственно, этот выбор в этом смысле это некое вот, ну, такое универсальное в каком-то смысле объеме. Вот, да, мы можем вот сюда, у нас пронумерованы эти диски, мы можем в этот диск поставить, соответственно, Fn, только n у нас, конечно, другое, у нас l, а не то же самое, n это l, вот, мы можем, вот, то есть на этих вот кубиках мы, рескалируя, делаем, значит, соответствующие вот эти вот отображения, а на всем остальном, вот заштрихованном, мы это отображаем в отмеченную точку. Вот, у нас получается некое новое отображение, которое, в общем, ну, по сути дела, ну, да, то есть вообще, конечно, это такая довольно странная конструкция, потому что они, в общем, все очень похожи, но тем не менее, они различны, в том числе, там, гомотопические как-то различны, то есть, грубо говоря, чтобы вот такую процедуру сделать, нам нужно некий выбор некоторого универсального данного, которые есть вот такие вот квадратики в маленьком квадрате. Ну, хорошо, вот, значит, теперь я напомню про альфа. на самом деле, мы, да, вот у нас, вот есть cn, теперь мы можем применить к этому cn, ну, вот, от x, мы можем применить это, то же самое, что en, значит, можем применить, вот, взять тут cn, а тут взять это от монады омега n, сигма n, вот, и у нас получается, значит, cn омега n, сигма n от x. Теперь мы можем расставить скобки таким вот образом и воспользоваться тем, что мы только что, о чем мы только что говорили, и у нас возникает вот это отображение, вот оно, по-моему, это обозначается, вот это отображение, ну, значит, ну, потому что у нас как бы вот можно вот так вот расставить скобки, то есть это как бы омега n от y, и мы только что показали, что cn на этом действует, то есть получается, что это вот отображается сюда. Вот это вот, собственно, некое отображение и утверждение, что это отображение монад. Вот, ну, его, на самом деле, это верно в большей совершенно общности, а именно мы можем рассмотреть, видите ли, у нас получается, что у нас, значит, вот монада омега n, сигма n обладает тем свойством, что примененная к любому элементу x нашей категории, мы получаем алгебру над монадой cn. На самом деле, это вот то, что мы тут говорим. То есть на самом деле, больше нам ничего от этого не надо, и то, что это отображение монад следует всегда. И можно, ну, некая такая длинная коммутативная диаграмма, не очень сложная, вот сейчас я вам покажу примерно ее размер, но он не очень впечатляет. Вот, да, вот, вот вторая, вот такая, ну, то есть тут три коммутативных квадрата, и в общем, просто так как мне нужно будет некое более детальное, ну, некоторое более тонкое утверждение, чем то, что альфа отображение монад, которое мы и вообще особо не доказывает, вот, ну, поэтому я как бы, то, что альфа отображение монад, решил, что я вам как-то чуть по-другому расскажу, не в самой вот такой большой обществе, некоторыми там явными формулами, и advantage этого в том, что будет и вот это более тонкое утверждение видно. Значит, что такое более тонкое утверждение, что у нас на самом деле, вот это вот альфа разбивается в некую цепочку, оно, значит, такое вот, cn от x, тут будет омега 1, cn минус 1, сигма 1 от x, вот, и так далее, омега 2, cn минус 2, сигма 2 от x, и так далее, в конце концов, будет омега n, сигма n от x, вот, вот, и утверждается, значит, что мы сейчас это построим, и утверждается, что каждая вот из этих штук является слабой эквивалентностью, и более того, каждая из них является отображением монад, все они отображением монад, вот, ну, значит, зачем это надо, потому что оказывается, что доказать, что вот этот вот отдельный шаг является слабой эквивалентностью для связанного x, как бы оказывается проще, чем вот сразу доказать вот это все дело, вот, ну, да, значит, что я хотел сказать, на самом деле, сегодня, я хотел определить, ну, в общем, я хотел, в общем, определить вот эти вот отображения, это само по себе интересно, и немножко прописать формулы на предмет того, из которых там сразу видно, как все эти отображения устроены, ну, ну, я не знаю, на самом деле, может быть, я, ну, я постараюсь не очень в эти формулы, так сказать, углубляться, но просто я так их чуть подготовил, но, в общем, я не знаю, насколько это, ну, мы посмотрим, ладно, давайте, может быть, мы, а, сейчас еще минут 10 я поговорю, мы сделаем перерыв тогда, а потом, значит, или 15, а потом, ну, просто дело в том, что я действительно хотел еще сегодня каким-то образом полноценно рассказать про теорему Дольда Тома, ну, некий конфликт интересов между двумя интенциями, наверное, это нормально, да, что значит, E в E, что значит, E в E, где вы это видите, в смысле, название, мало ли, хрен его знает, вот, made C N обозначал, я не знаю, почему-то, вот, Lurie пишет, там, E N у него все, ну, да, задолго до Lurie, E N, я не знаю, почему, ну, да, потому что у вас вкладывается E N в E N плюс 1, ну, как бы, ну, да, то есть оно вкладывается, E бесконечности это пределы этих операций? Это пределы, индуктивные пределы этих операций, да, то есть, ну, 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 да, можно так сказать, да, да, ну, мы поговорим про E бесконечности, не, мне вообще на самом деле кажется, по крайней мере из того, что у Клеменса Бергера, написано, что для того, чтобы доказать вот эту теорему Мэя для конечного N, ну, по крайней мере, у него это делается через тот результат Мэя про E бесконечность, и потом там идет некоторое хитрое разбиение на клетке от E бесконечности, которая, в общем, часто верна, и это вот связано с некоторой идеей уже самого Клеменса, вот, где он там придумал, на самом деле, некоторый прототип того, что впоследствии стало вот вот этими вот, как называют, классификаторами Ботанина, то есть на самом деле, вот та вот, как у него там некоторая такая вот операда в пассетах, которая нумерует, как бы, клетки вот этого E бесконечности, на очень многих моделях E бесконечности, разных моделях, не обязательно такой, оказывается, что вот это вот его, как бы, операда в пассетах действует, вот, и он показывает, что всякий раз, когда она действует, можно доказать, что если там эти клетки стягиваемы, и по модулю каких-то там небольших проблем с гомотопическими копределами, можно показать, что на самом деле, у вас действительно получается операда E бесконечности, она имеет какую-то там, сразу получается, с какой-то фильтрацией, которая морально вот этими подоперадами E и N, и по-моему, доказательство в случае вот общего N, конечного N, то есть оно устроено так, ну, я даже в этом пока не сумел там, собственно, разобраться, как он его там, это самое, он очень кратко об этом, вот именно об этом моменте очень кратко написал, в общем, ну, я думаю, я разберусь, ну, собственно, это все равно не сегодня предполагалось рассказываться, так что у меня есть время. так что у меня есть время, лан, давайте мы напишем каким-то таким немножко координатным образом вот это вот отображение из CNX в омега N сигма NX, которое, вот я тут определил немножко абстрактнее, вот, ну, нам это на самом деле понадобится, вот, значит, ну, мы будем вот этот вот элемент операды, она сейчас будет CN варности K, ну, то же самое, значит, что EN варности K, еще раз, вот, оно будет даваться просто, значит, набором вот этих маленьких кубиков CNCK из EN в N, ну, мы, естественно, предполагаем, что их образы не пересекаются и что они, каждый из них является маленьким кубиком, да, вот, тогда, чтобы определить вот это вот отображение от альфа, которое на самом деле из CN от XA в омега N сигма N от XA, можно чисто, вот, просто то же самое, на самом деле, что я до этого говорил, можно сказать координатно следующим образом, что альфа, значит, на вот этой вот элементе C1 и так далее CK, то есть вот на этих маленьких кубиках, тут мне даже уже не надо говорить про конфигурацию, потому что, когда я их задаю параметризованно, то набор плюс нумерация этих маленьких кубиков это уже конфигурация, да, и, значит, какие-то точки X1 и так далее XK, и вот я поэтому должен определить, значит, некую такую н-кратную петлю, значит, вот еще раз, я элементы омега N Y, я понимаю, как отображение из и N D и N в Y отмеченная точка, то есть у меня будет N координат, вот T1 TN, вот это, соответственно, координаты вот здесь, вот, я хочу, значит, просто еще раз, зачем я это делаю, не ради того, чтобы показать, что можно переписывать абстрактные эти самые в координатах, а из-за того, что на самом деле вот это вот разбиение, оно по-любому это использует, и на самом деле у меня вообще была идея, в общем, она есть, что в координатах даже чем-то проще увидеть, что это отображение монат, вот, ну, посмотрим, вот, значит, и это нам должен быть уже, вот это должно быть элементом, соответственно, sigma N от X, то есть это должна быть некая точка X, вот, и тут, значит, должны быть S1, вот, SK, которые принадлежат 0,1, вот такое мы должны построить, вот по этим данным, и мы действительно это строим, мы говорим, что это равно, соответственно, если, оно равно вот чему, оно равно, так, так, да, оно равно, значит, X и тому, вот, и тут, значит, вот, и ты, это вот из этих вот X, сейчас я скажу, что такое I, значит, и тут S1, SN, вот, где, значит, если, вот, T1, TN, принадлежит образу C, вот этого I, маленького кубика, то есть у нас картинка такая, что у нас есть вот эти вот маленькие кубики, и есть в том же самом кубе, на самом деле, вот эта вот точка T, она может лежать в каком-то кубике, а может лежать вне кубиков, и вот от этого будет разный ответ, если она лежит вне кубиков, мы все отобразим в отмеченную точку просто, если T1 и так далее, TN в пересечении с любым CA равно пустое множество, то у нас будет просто вот отображение постоянное в отмеченную точку, а тут, значит, если оно лежит в каком-то, вот это T лежит в каком-то кубике CIT, то мы будем использовать данные этого кубика CIT, то есть, во-первых, это будет вот XIT, нет, вот здесь, да, это будет XIT, это ровно то I, вот в котором вот это вот, ровно тот вот X, который вот именно этому индексу и соответствует, а что такое S? А S это вот такие, значит, константы, такие, что вот этот вот, соответственно, вот этот CIT, как параметризованный кубик, от SA равно TA при любом А от 1 до N. Вот, то есть, на самом деле, мы как бы, ну, у нас кубики, это же, ну, как бы, они один к одному отображение, поэтому, если есть какой-то элемент T, мы можем себя спросить, что окей, у нас этот кубик там параметризован, то есть, у нас есть вот единичный кубик, стандартный, вот это вот CA, это такое отображение, ну, и есть некая точка тут, естественно, однозначная, которая вот в это переходит. Вот, и, собственно, вот образ вот этого вот альфа, на самом деле, от вот такого хозяйства, он равен, ну, вот просто вот такому вот, содержательно, тут только вот это, вот, но мне кажется, это понятно, на самом деле, дальше я говорил, что, в принципе, ну, ну да, то есть, на самом деле, можно попытаться просто вот из этого понять, что это отображение монат, и это понять очень легко, на самом деле, но я все-таки, давайте я не буду вас этим грузить, но если вдруг будут, как бы, какие-то желания, я могу это там потом записать, и прислать, что ли, вы сами, на самом деле, в этом разберетесь, это, я думаю, что вы намного лучше, чем я, там, можете решать какие-то, какие задачки, на самом деле, и поэтому не имеет никакого смысла вам это рассказывать, в каком-то смысле, ну, в смысле, если вы захотите, вы сами это сделаете, вот, ну, то есть, на самом деле, месседж в том, что вот эта, эта вот формула, из нее сразу видно, что это отображение монат, в каком-то смысле, это, довольно тонкая вещь, да, что это отображение монат, то есть, что это, собственно, значит, это означает, что у нас есть вот Cn, Cn от x, оно у нас отображается в омега n, sigma n омега n sigma nx. Это отображается в омега n sigma nx, как мю 2, но ню вот этой монады, там, омега n, sigma n. Вот это отображается как мю монады cn cnx, и это альфа. Это альфа на альфа. Вот, и нужно, значит, показать, ну, плюс там для единицы, но в основном вот это. Показать, что эта штука коммутативна. Тут на самом деле довольно все, видите, сложно в том смысле, что элементам вот левой части является такой вот тюпл этих элементов пространства x, то есть их тут несколько, а на выходе у нас ровно один элемент x, да, и вот этот вот один элемент, он вот зависит от этой вот позиции t. Ну, на самом деле это просто вот это. Пока то, что я написал, это абсолютно вот идентично вот этому вот абстрактному определению, и одно переговаривается в другое, если просто мы вспомним, как устроено вот это вот отображение из единицы в омега n с сигма n и с сигма n омега n в единицу. Ну, хотя бы на примере n равно единице, это, в общем, не важно. Но вот это отображение все очень хорошо знают, да? Вот это отображение, как там там, эпсилон было, это дельта. Вот. Ну, то есть, что у нас такой элемент вот этого, у нас есть некая s, который параметр, да, n равно единице, допустим, параметр в надстройке, а тут у нас есть некая гамма, которая есть петля в нашем x, тогда вот эта вот штука просто переходит, как тут можно сказать, тупо в гамма от s. И это некоторый элемент, то есть мы применяем вот точку s, элемент s к этой петле, потому что, ну, понятно. Вот. А тут это чуть-чуть по-другому. Тут мы, да, тут у нас, значит, вот, например, при n равно единице, история какая, что у нас там вот есть, соответственно, сначала вот есть надстройка x, вот, это надстройка x. Если есть теперь точка x, то мы можем вот просто вот рассмотреть вот такую вот как бы вещь, так как в надстройке эти две вершины, ну, отождественны, вот, то оказывается, что это между собой тоже приведенные надстройки, это речь идет, естественно, о приведенных, то у нас вот это вот просто, типа, постоянная линия над x, получается, значит, некоторой петлей. Но это можно, конечно, и четко написать, то есть у нас x переходит в петлю, которая, значит, t переходит, значит, в, соответственно, tx. Вот как-то так. Вот, но если на самом деле вот теперь это все вот переложить, то у нас получится вот в точности вот эта формула. Вот, но на самом деле я это сказал вот для чего, что на самом деле у нас можно и вот эти вот частичные отображения, на которые Мэй раскладывает вот в эту композицию, вот их он именно так только и определяет, в принципе. Вот, поэтому я сейчас определю вот это вот отображение. Ну, первое из них, они все одинаковые. Вот, я покажу, что на самом деле их композиция равна, ну, я покажу, да, ну, вот сейчас увидите, что я покажу. Из этих формул тоже будет сразу видеть, видно, что их композиция это вот в точности исходная альфа. А то, что это отображение монат, ну, это тоже, в общем, на самом деле, просто если так вот с этим формулой, с этой формулой немножко повозиться, то тоже видно. Я, по крайней мере, даже вот повозился в виде подготовки, что-то увидел. Не очень сложно. Вот, давайте, значит, сейчас перед перерывом я определю вот первое из этих двух отображений, по-моему, оно βn называется. Вот, βn, которое из cnx переходит, переводит вот в такое. Вот. Ну, и это некоторое уже вот отображение, которое вот как-то только так и можно, в принципе, записать. по-моему. Ну, по крайней мере, иначе не совсем понятно. Сейчас я только найду, где тут оно у меня написано, а то можно и запутаться. Так. Вот. А, ну да. вот, значит, вот это вот отображение, смотрите, исходные данные у него такие же самые, то есть мы, как вот было тут. То есть мы должны написать, вот, у нас есть k вот этих кубиков, вот, и есть точки x1, xk нашего пространства. Вот. И мы должны, значит, получить по ним петлю, то есть мы должны подставить t, но в данном случае t1, то есть не n, вот этих t, как у нас было выше, а 1, например, t1. И вот это должно лежать все в cn-1 от sigma x. Значит, в чем заключается геометрическая картинка? Значит, смотрите, вот у нас есть вот эта вот конфигурация, вот это у нас n. и мы тут проецируем вот на размерность, которая n-1, вот, но тут это плохо, конечно, видно, что это размерность. Ну, мы, или нет, мы проецируем на размерность 1, а слой, как раз у нас будет, слой будет иметь размерность n-1. Вот. Вот у нас есть вот эти вот диски, там c1, так далее, c2, cn, теперь у нас есть некая t. Вот. И мы берем вот t здесь, это вот это вот t. И берем вот такую, как бы, слой над этим t. Ну, слой у нас, естественно, будет выглядеть как, ну, во-первых, он может с дисками вообще не пересекаться. Это вот аналог вот этого случая, это будет все уходить в отмеченную точку. А может пересекаться, если он может с какими-то пересекаться. И то, вот с чем он пересекается, это выглядит как конфигурация дисков там в размерности n-1, да? Вот. Поэтому, значит, что мы говорим? Мы определяем вот эту вот точку следующим образом. Мы говорим, что это равняется, то есть, вот он пересекается с какими-то дисками. Значит, мы вот что делаем. Мы каждый вот этот вот диск, c и t, обозначаем как c и t штрих на c и t 2 штриха, где, значит, c и t штрих, это из и в и, а c и t, ну, по первой координате, а c и t 2 штриха, это из и n-1 в и n-1. То есть, это два таких диска. Вот. То есть, мы, значит, грубо говоря, вот мы, ну да, то есть, вот у нас проекции вот на эту прямую у нас релевантно вот c 1 штрих, ну, c и t, точнее, штрих. Вот эта вот точка, она может лежать вот в этом образе c и t штрих при каком-то и, а может не лежать. Если она лежит, это в точности означает, что вот этот вот прямая, слой над этой точкой пересекается с этим итом диском. Вот. Да. А вот, правильно понимаю, что кубики не касаются границы большого кубика? Ну, да, на самом деле, вот мы и допускаем, на самом деле, давайте вот я сейчас не хочу вдаваться, но вот Мэй говорит, что эти кубики вообще открыты, на самом деле. Ну, да, и отсюда следует то, что вы говорите. Ну, в общем, я, честно говоря, не очень понимаю, почему они должны быть открыты. Ну, я не понимаю, почему они должны быть открыты, если честно. Вот. Ну, да, ну, а почему мы спрашиваете? Ну, ладно, давайте не будем сейчас над этим, ладно? Вот. Да, значит, вот мы сейчас выпишем, с какими кубиками, вот пусть он пересекается, значит, ну, да, то есть, вот, значит, сейчас я сначала выпишу условия, потом выпишу ответ. Значит, вот, что у нас P минус 1 от T имеет не пустые пересечения с C, ну, вот он пишет R1, так далее, C, R, и вот, не пустые пересечения и только с ними, то есть, со всеми остальными пустые, и только с ними, то есть, вот мы просто нумеруем таким образом все вот эти кубики, с которыми слой на T имеет не пустые пересечения, вот, и после этого мы хотим, значит, написать, что это равно, вот, соответственно, следующей конфигурации, мы берем два штриха вот от этих кубиков, R1, два штриха, вот в смысле того, что они уже размерность N минус 2 имеют, C два штриха от R, и вот, а тут мы хотим написать некое, значит, X, R1, там, S1, так далее, X, R, и, S, и, где это, соответственно, у нас будут, видите, здесь же у нас, там у нас был вот в предельном случае в конце концов один X, а тут у нас получится как бы некое количество X на самом деле, да, не обязательно равное K, потому что у нас R1 может изменяться, никто же там не говорит, что R1 должна быть та же. В общем, короче говоря, вот у нас, у нас получится, если у нас вот при конкретном образе это будет лежать там при какой-то R1 L здесь, то у нас, значит, будет L кубиков, ну, в нашем случае я это I обозначал, то есть May, вот у нас вот эти вот I кубиков, то есть это лежит варность I, и тогда здесь должно быть такое же количество I, вот этих вот элементов из Sigma X, каждый из которых имеет вот такую форму, вот, но эти X мы берем просто вот ровно те, которые здесь соответствуют соответствующим кубикам, то есть это выборка вот из этих X просто, и вопрос просто в том, как определить вот эти вот S-IT, и вот эти S-IT определяются примерно вот таким же образом, только у нас теперь одно T, и мы переменяем C, R, R, там, я не знаю, J, нет, ну да, R, J, T, только уже, да, штрих, вот к этому S-IT, S-J, оно должно быть равно T, то есть, грубо говоря, у нас вот тут есть это значение T, есть проекция на единицу всех этих кубиков, это вот первая компонента, и точно так же, как мы здесь вот определяли сразу N вот этих S, здесь мы для каждого кубика определяем ровно одно, а именно картинка такая, что у нас вот есть T, вот тут есть какие-то маленькие кубики, вот это I, это тоже I, тут есть некое T, значит, которое пересекается с каким-то одним из них, и вот этот один кубик, это там какой-то CA, которое есть отображение этого сюда, и мы можем выбрать единственную, найти единственную точку, SA, которая ровно переходит в T при этом отображении, вот, ну вот, и естественно, оно, значит, переходит в пустое, в отмеченную точку, если P в минус первый от T не пересекается, не пересекается с кубиками, ну вот, такая вот хитрая, значит, вы видите, вот история, которая, на самом деле, я поэтому и начал сначала вот с этой формулы, чтобы было понятно, то есть в пределе мы это делаем вновь и вновь, то есть идея в том, что если мы теперь ту же самую формулу применим к вот уже вот этой размерности n-1, ну вот, просто вот то же самое бета, только это уже будет бета n-1, потом n-2 и так далее, то в пределе у нас, то есть не в пределе, а в композиции, у нас получится ровно это, то есть вот к этому надо относиться как к частичному применению вот этой формулы и когда мы это применяем соответственно нужное количество раз, когда мы в конце получаем просто c-0, то есть, грубо говоря, омега n, сигма n, то, естественно, у нас вот произойдет вот такая вот манипуляция по всем координатам, каждый раз по одной, и поэтому мы получим вот в результате вот эту формулу, которая и есть альфа. Понятно? Или не совсем? Ну это, наверное, зависит, нужно как-то воображение, но просто, не, я-то подготовился к тому, чтобы это более четко рассказать, но мне кажется, что вы просто вот вам надоест, вот это все будет на видео, и с того, что сказано, если вот есть желание в этом разобраться, то любой, мне кажется, может разобраться. Понятно, да, что, ну понятно, что я говорю вообще, да, что вот как бы вот у вас тут сразу вот как бы происходит по вот n координатам, и в результате вы получаете в output, в outcome такой вот единственный x, а тут у вас получается как бы только лишь понижение n на n-1, и у вас в outcome получается несколько таких вот x, еще с какими-то надстройками, с какими-то кубиками, но при этом формула ровно такая же. Тут мы берем этот, берем вот эту точку, которая вот пересекается сразу вот t1, там вот t, вот это вот какой-то у нас а-тый кубик, и в нем лежит вот эта точка t1, tn, и берем просто вот этот кубик c, а, ну рассматренный как параметризованный, и берем вот ту точку s1, там sn в стандартном кубике, который переходит в эту точку t. Вот, но тут мы на самом деле то же самое делаем только по первой компоненте, потому что мы вот как бы рассматриваем такие проекции, но если мы потом это сделаем вот в этом слое, соответственно, по его первой компоненте и так далее, мы получим вот то же самое, что у нас было наверху. Но если я это буду рассказывать подробно, у вас замянут уши, я думаю, потому что это легче сделать. Понятно, да? Поэтому вот смотрите, если будет желание, я готов там даже вот переписать более нормальные эти листочки и, значит, сделать. Вот, но немножко сложнее, значит, с тем, что это отображение монат, но тут, собственно, большая часть этих записей, она этому и посвящена, в общем, но уж по крайней мере вот то, что композиция равна, то есть, значит, еще раз, о чем я сейчас вот говорил, о том, что у меня есть вот это вот отображение, cn от x, значит, в омега 1 cn-1 сигма x, оно называется бета n, теперь у меня есть омега бета n-1 сигма, в омега в квадрате cn-2 сигма 2 x и так далее, которая заканчивается в конце концов в омега n сигма n x, идея была в том, что вот это вот в точности та альфа, о которой мы говорили выше. Вот, ну и, собственно, да, вот я об этом говорил, что если вот эту вот процедуру частичную делать последовательно по всем аргументам, то получится вот в точности вот эта вот процедура. Ну то, что это отображение монат и всецелое, и каждая вот отдельная, ну это некое такое вот вычисление. Для этого-то есть просто совершенно на уровне коммутативных диаграмм, очень прозрачное доказательство общего факта. Скорее всего, оно есть и для частичного факта, но тогда мы должны как бы там, ну вот он тут на самом деле очень много диаграмм написал Мэй, и я как-то решил, что уже это как-то уж совсем, в общем, занудство. Ну и решил вот показать это таким образом. Все показывается и очень просто, что вот такое частичное отображение монат. Но с другой стороны, презентовать это будет очень утомительно, мне кажется. Поэтому я решил не презентовать, вот так вот это оставить. Вот, давайте мы сейчас сделаем минут на пять перерыв, а потом, да, до перерыва. Сейчас выключили уже, да? Recording.